Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Батагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы поговорим о том, что важно. Группировка «Исламское государство» внесена в перечень террористических организаций в Казахстане. Об этом сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана. Соответствующее решение принял суд Есильского района Астаны 15 октября 2015 года. Таким образом, ИГ стал 18-м в списке организаций, признанных террористическими в Казахстане. Согласно официальной статистике, около 400 граждан Казахстана отправились под контрольную Исламскому государству Сирийско-Иракскую зону для участия в военных действиях. Впрочем, по мнению некоторых казахстанских экспертов, эту цифру можно смело умножить минимум на 5. Согласно заявлению секретаря Совета безопасности Нурлана Нермикбаева, общее количество боевиков из Центральной Азии на Ближнем Востоке превышает уже 2000 человек. По подсчетам Национального контртеррористического центра США, на стороне боевиков ЕГЭ и других террористических группировок в Сирии сражается порядка 20 тысяч добровольцев из 90 стран мира. Но какой-то более подробной информации по добровольцам из Казахстана в докладе нет. На прошлогоднем докладе Госдепа на тему терроризма есть информация о том, что правительство Казахстана выразило интерес к углублению контртеррористического сотрудничества с Соединенными Штатами, особенно в сфере обмена информацией и взаимодействия правоохранительных органов, а также наращивание потенциала Казахстана по проведению специальных контртеррористических операций. Тем временем в социальных сетях активизировался прошлогодний ролик с казахстанскими детьми, вооруженными автоматами Калашникова в рядах ЕГЭ. По мнению политолога Марата Шибутова, это типичный пропагандистский ролик, призванный шокировать обывателя. Как и многое в ИГИЛ сделано для хорошего медийного эффекта. В принципе, насчет детей не стоит особо беспокоиться, считает Шибутов. Они, их родители, как большинство иностранцев в ИГИЛ являются пушечным мясом и обратно уже не вернутся. Так что кто они, уже не суть важна. А вот что говорит директор Казахстанского института стратегических исследований политолог Ерлан Карин. Подобные информвбросы, тем более содержащие конкретный призыв к конкретным действиям, должны четко и жестко пресекаться, блокироваться. Мне приходилось обращаться к редакторам некоторых интернет-сайтов, объяснять ситуацию с просьбой убрать данное видео, поскольку это уже не совсем безобидные видеозаметки уехавших туда людей, как раньше, а настоящий пропагандистский материал радикального содержания. Между тем, я бы пыталась понять, какую опасность несет для Казахстана группировка «Исламское государство» и грозит ли нашей стране радикальная форма ислама. Эксперты разошли свои оценки опасности ИГИ и радикальных идей для Казахстана. Говорит директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андреевич Батарев. Честно говоря, даже официальные данные разнятся. Если в прошлом году говорили о 300 казахстанцев, воюющих только в Сирии, теперь говорят о более 150 воюющих из Сирии еще и в Ираке, а мы не знаем, сколько еще и в Афганистане их воюют. И плюс последние данные также отмечают нахождение с данными гражданами около 200 женщин и детей, Востоковед Александр Князев предложил последовать призыву председателя КНБ Казахстана Нуртая Абыкаева не дарить участникам этого движения такие слова, как «государство» и «ислам». Предпочтительнее называть их арабской аббревиатурой «ДАИШ». По словам Востоковеда, «ДАИШ» был создан как инструмент воздействия против Ирана, против шиитских движений, общин в странах, которые могут быть союзниками Ирана. Князев уверен, что глобальность угрозы ИГ для Казахстана сильно преувеличена, потому что в странах Центральной Азии ислам носит суфийский характер, и частью ислама стало большое количество этнических традиций. Говорит Александр Князев, Востоковед. Я думаю, что такая угроза есть не только у Казахстана. И это вопрос, во-первых, уровня в целом протестных настроений в обществе, связанных с социально-экономическим развитием и условиями жизни людей, уровень образования, что тоже, в принципе, в руках государства и общества, и непосредственная религиозная работа с населением. В этом отношении Казахстан, как и большинство постсоветских стран, и не только постсоветских стран, достаточно уязвим, поскольку официальные религиозные структуры и в Казахстане достаточно слабо работают с населением, что дает возможность части населения оказываться под влиянием радикальных каких-то группировок религиозного характера. И вот эта сфера, эта ниша, она остается уделом работы уже такого силового характера, только по пресечению, который занимается соответствующие государственные структуры. А вот идеологическое воздействие на эти слои населения, оно оставляет желать лучшего, мягко говоря. Неутешительные прогнозы делает полковник КНБ в отставке Арат Норманбетов. Он считает, что в Казахстане демократия провозглашается только на словах, но на деле ее мало. Он уверен, что именно это и является определяющим моментом радикализации молодежи, потому что выразить себя в политике молодежь не может. Целью экстремистов является сельская молодежь, потому что все левы – высокий уровень безработицы, отсутствует национальная политика в отношении молодежи. Пустующую нишу занимают эмиссары от террористических организаций, экстремистских группировок. При этом эксперт отмечает активную работу вербовщиков ИГ в странах Европы, где люди более образованы, но тем не менее сотни людей попадают под влияние исламского государства. Норманбетов говорит, что очень высокий уровень работы вербовщиков ИГ говорит о том, что это мощная, хорошо организованная система с оперативным учетом и работой, а наши спецслужбы работают только по фактическим делам. Говорит Арат Норманбетов, полковник КНБ в отставке. Нет, у нас все хорошо. Опять-таки, я говорю, политический интерес, им лишь бы день прожить, ночь там переночевать, а завтра что там будет, их уже не интересует. Опыт показывает, что в основном такие люди, они чисто плотные из политики, они просто уезжают в какие-то другие государства, продолжают жить. А мы, простые люди, будем во всем этом вертеть и вертеть дальше. Пока в Казахстане тема исламского государства не является центральной, может, потому что большая часть информации носит закрытый характер. Но недавнее решение суда включить группировку исламского государства в список террористических на территории Казахстана говорит о том, что проблема на деле существует, но о ней пока знают только соответствующие структуры Казахстана. Общественность таки остается в неведении о реальных масштабах и опасности ИГ и прочих опасных явлений в стране. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона была бы так гостья Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.